Всем привет, дорогие невесты! Сегодня мы с вами поговорим о церемонии, об объединяющей традиции, которая называется церемония завязывания брачного узла. Что же это такое, когда ее лучше проводить, и почему ее называют еще церемония завязывания морского узла, вы узнаете в этом выпуске. Итак, что же из себя представляет церемония завязывания брачного узла? Но наверняка вы слышали такое понятие, как завязать семейные узы. Так вот, эта объединяющая традиция в прямом смысле позволяет вам завязать свои семейные узы. Для нее вам понадобится только лишь два ингредиента. Это ваше желание и канат. Канатики, некие веревочки, которые и позволят вам провести этот красивый обряд. Иногда, да, ее называют церемония завязывания морского узла. Почему? Потому что именно морским узлом изначально завязываются веревочки, канат, подносятся молодым, и уже во время церемонии они, взявшись за две разные веревки, завязывают свой семейный узел. Почему выбирают морской узел? Потому что морской узел самый крепкий. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Многие пары ориентируются на название церемония завязывания морского, именно морского узла. Поэтому она отлично смотрится на тех выездных регистрациях, которые проходят на берегу моря, на берегу реки, или концепция свадьбы морская. Морской стиль, морская тема. Но все-таки можно отталкиваться не только от места или концепции свадебного дня. Вот, например, в том году у меня была замечательная пара под общей фамилией Моряковы. На своей свадебной церемонии они проводили морскую традицию. Нет, они не взяли церемонию завязывания брачного узла, они выбрали церемонию запуска рыбки желаний. Кстати, рыбка живет с ними до сих пор и исполняет их желания. Но об этой традиции я расскажу вам в следующих выпусках. Поэтому, если вы ассоциируете себя с морской стихией, то такую объединяющую традицию вполне можно провести на своей выездной регистрации брака. Ну а теперь четко и по существу, что же нам понадобится для этой традиции. Итак, для этой традиции вам понадобится некий канат или веревка, который изначально заготавливают для выездной регистрации и завязывают морским узлом. Узел этот неплотный, его уже в готовом состоянии, подносят вам во время церемоний. И все, что вам останется, это лишь потянуть за два конца веревки. А суть церемонии заключается в том, что связывая свои веревки, молодожены олицетворяют с ними свои жизни, которые они хотят связать вместе и навсегда, объединить их общей целью. Вот такая вот замечательная традиция, на мой взгляд. Да, соглашусь, она понравится не всем. Она подойдет, наверное, 3% из 100. Но если вы понимаете, что море это ваша стихия, что та традиция, которую вы сейчас услышали, о которой вы узнали, это то, что нужно вам, воплощайте свои мечты в реальность, тем более для нее особенно ничего готовить не нужно. Желаю вам прекрасной предсвадебной подготовки и увидимся. Пока-пока!